Я из-за этого выпивки, из-за всего я потеряла все. Я пошла с вот этими криминальными как бы людьми воровать. 82% из них совершили эти убийства непреднамеренно, а в состоянии алкогольного опьянения. В реанимации и я побыла, и он побыл. У нас без ножей не происходило ни одна пьянка. Красивая жизнь сменилась на подворотни, притоны. В последней стадии, да, это обязательно такая деградация. Полная деградация моральная, личностная. И нам всегда говорили, кто-нибудь друг друга убьет. Либо ты его убьешь, один день допьетесь, либо он тебя. Я могла напиться этим пивом до такой степени, что я выпрыгивала соком. Я падала на живот, причем беременность была 7 месяцев. Алкоголь, наверное, и наркотики в том числе, это вот такие вещества, которые способны просто стереть материнский инстинкт. Я зашла на кухню, я не помню, как я взяла этот нож. Я два раза кодировалась, меня подшивали, мне ставили какой-то укол. Меня водили к бабушкам, чтобы они какие-то там давали заговоры. Я пила, меня водили в церковь. У населения принято каждую пятницу обмывать в пятницу? Света, пожалуйста, прости меня. Я допилась до того, что у меня начались слуховые галлюцинации. Я испугалась. При первой же возможности я поеду на могилу еще, попрошу у него прощения. Не надо ставить на человека крест. Нужно ему помочь, поддержать. И он может изменить свою жизнь. Моя жизнь загубилась из-за того, что я начала пить. Пить я начала, не считая моих 6 лет отсиженных, 7 лет на волю до подсидки. Я познакомилась с одним парнем. Его звали Алексей. Мы с ним начали жить. Ну, как бы, по чуть-чуть, по чуть-чуть выпивать. Потом это спиртное затянуло у нас в яму. Я родила, кстати, от него недоношенного ребенка. Все из-за того, что я пила. Я 7-месячного ребенка, 742 грамма. Этот сын у меня сейчас живой, слава Аллаху. Есть две дочки, два сына. Из-за этой выпивки я и детей потеряла, можно сказать. На тот момент моего мужа сажают. И я остаюсь в этом квартире с этим Борей. Боря, его звали покойник. И трое моих детей. Я остаюсь здесь жить с ними. Как бы, опять же, за выпивки я схожусь с ним, живу уже в семейном виде. Когда мой муж сидел уже на колонне поселения. Мы с ним прожили полтора года. Потом мы опять с мужем, я нашла связь. И он меня позвал в город Тарас. Приезжай, говорит, я здесь на колонне поселение, и мы с тобой будем видеться. Я собралась, его бросила и уехала. Детей меня забрали, конечно. Я уехала в Тарас, к этому осужденному, к Леше. И он как бы отсидел свой срок, оставшийся на колонне поселения. И мы остались там жить в Тарасе. Так же друзья, так же выпивка, так же и вон, и там поступки нехорошие. Были драки, доходили до реанимации. В реанимации и я побыла, и он побыл. У нас без ножей не происходило, ни одна пьянка не происходила без драк. И нам всегда говорили, кто-нибудь друг друга убьет. Либо ты его убьешь, один день допьетесь, либо он тебя. И тут моя мама звонит и говорит, Валя, я осталась одна. Берись, пожалуйста, домой. А я со свекрами, со всей семьей переехала к матери. Сто раза в чу, получается. Тут мой звонит, я, говорит, на вокзале. Ну, встретила мужа, купили опять же спиртное, там, сигареты на стол закусить. Приходим домой, звонит Боря моему мужу. Братан говорит, я пришел, говорит, приехал. Он тут, говорит, ну, заходи. Сели мы за стол, начали выпивать. Тут у них между собой началась вот эта ревность. У них началась драка. Я зашла на кухню, я не помню, как я взяла этот ножик. Я просто тупо помню, когда у меня муж уже нож с рук убирал. На свою трезвую голову, вот как мы с мужем 7 лет прожили, мы друг друга привыкли, как бы у нас уже привычку вошло. Мы пьем, то он меня пырнет, то я его пырну, то он меня ударит, то я его в реанимацию отправляю. Ну, на ножах жили. И, видимо, я вот среагировала, нож взяла. И за этими створками сидел у меня муж. Он орал, он ругался, там вот эти скандалы. И в тот момент, когда я заходила, они, оказывается, пересели. Я вот сейчас, в данный момент, думаю, что я его хотела опять угомонить. Просто зашла и, говорю, заткнись ты. И получилось там сидеть совсем другой человек. И я в шоковом состоянии. Я подошла вот так, глаза закрыла. Говорю, прости меня, Боря. Стакан водки налила и выпила. И после этого вызвала своего брата, милицию, скорую. И все, переоделась, приготовилась. Хочу попросить прощения. У родных. Особенно у егоной сестры Светы. Света, пожалуйста, прости меня. Вы, наверное, не знаете, не вернуть его назад. Вы думаете ли, то, что я за 6 лет забыла, да нет. Я каждый день себя казню об этом. Я из-за этого и выпивки, из-за всего я потеряла все. Сейчас трезвой головой, я действительно сожалею об этом. Пожалуйста, Света, и твоя семья, и все твои близкие, я вас, пожалуйста, прошу, простите меня. При первой же возможности, при первой же выходе. Я поеду на могилу еще, попрошу у него прощения. Мне 40 лет, я зависимая женщина. В данное время я работаю в реабилитационном центре, в частном реабилитационном центре города Алматы, консультантом по химической зависимости. Я хочу рассказать историю своей жизни и как я пришла к этой профессии. В детстве, ну, там, стать учительницей, врачом. Такие вот детские мечты у меня были. В старших классах как-то я начала курить и выпивать алкогольные слабые такие напитки, как пиво. Мечта стать учителем или врачом, она как бы осталась в детстве, а появилась такая новая мечта стать адвокатом, наверное, увидеть какую-то красивую жизнь, вот какую-то неоднообразную. То есть я начала ходить по ночным клубам, где появились там богатые дяди, богатые дяди, рестораны, и жизнь потекла как бы рекой. И вот с этой рекой, ну, потек и алкоголь в моей жизни. То есть, ну, он стал стремительно как бы расти, ну, то есть, какими-то там, меняться как бы он стал. Уже из слабых он превращался в крепкие алкогольные напитки. Ну, стремительно это. Потом, как бы, под воздействием вот этого алкоголя, да, стал и стиль жизни какой-то, и образ жизни мой меняться. Стали появляться какие-то сомнительные кампании. То есть я стала в этих сомнительных кампаниях. То есть, ну, вот эти богатые дяди как-то отошли на задний план, а стали вот такие вот сомнительные кампании, где пьют, гуляют, воруют. Ну, то есть, вот таким образом. И я стала с ними тоже вот так вот, ну, пить, гулять. Учебу я забросила, получается, отучившись там всего один год на юрфаке. Вот эта мечта тоже ушла на задний план, стать там адвокатом. И я пошла с вот этими криминальными, как бы, людьми воровать. И получила свой срок. Получила свой срок, отбывала наказание в местах лишения свободы. Выйдя оттуда, я сильно обиделась. Я сильно обиделась и разозлилась на этот мир. Потому что, в моём понимании, как бы, он должен был принимать меня, этот мир. А он не принимал. Ну, то есть, там где-то требовалась справка о несудимости. Ну, при этом я не брала во внимание, что у меня нет образования. А я брала, что, ну, мне нужно, как бы, должны и обязаны мне, наверное, предоставить там работу за то, что я, наверное, отсидела, что я воровала. Как-то вот так в моей голове было. И вот с этой злостью, с этой обидой на вот этот мир, алкоголь усилился в моей жизни. Я стала заливать. Я прям стала заливать вот эту боль, вот это непринятие какое-то. Вот как будто все против меня. Я как будто отбросок какой-то общества. Я стала прям, ну, заливать алкоголь. То есть, мои запои стали длительными, такими, как месяц запоя я могла уходить. Там были попытки какие-то контролировать, но это было все тщетно, короче. Потому что, ну, алкоголь имел вот эту такую тягостную. И вот эта вот боль какая-то, непринятие, и оно прям, оно мне помогало забыться. Забыться. Мне не надо ни работать, ничего, я просто пью. Вот. В таком, как бы, ну, разгульном образе жизни я даже не заметила, как сошлась с мужчиной, родила ребенка, воспитанием которого я не занималась. Ну, я родила его и оставила на свою маму. Ну, воспитанием моего ребенка занималась мама. А я продолжала, ну, гулять, пить. И вот эти, как бы, рестораны, которые в моей голове когда-то были, вот эта красивая жизнь, она сменилась на подворотни, притоны, в которых вечная грязь, разбросанные какие-то бутылки, вот эти пьяные какие-то мужики, и там какие-то драки, скандалы, вот это какое-то безумие. Ну, я смотрела на это нормально. Самое главное есть выпить. С похмелья не болеешь. И я даже позволяла себе дойти до того, что я могла просто выйти вот в этом пьяном угаре, сесть с людьми без определенного места жительства, сидеть и пить. То есть, ну, доходило до того, что я неделями могла жить в каком-то там лагу, в шалаше, мыться в речке. И, блин, это для меня было прям вообще, ну, нормально. Просто мама меня выгнала из дома. А своей там какой-то это я не видела, что я там устраиваю дома скандалы. Своей вот какой-то там вины или вот проблемы в этом, что у меня проблемы какие-то с алкоголем, я не видела вообще. Я всегда говорила, что ой, да я могу в любой момент бросить. Тем более там я пыталась там как-то контролировать его. Вот я во время там беременности, и когда родила, я там пила только пиво, короче. Ну, крепкие алкогольные напитки я себе не позволяла. Хотя, ну, я не брала во внимание, что я могла напиться этим пивом до такой степени, что я выпрыгивала соком. Я падала на живот. Причем, ну, беременность была 7 месяцев. Я прям падала прям на живот. Ну, и вот таким вот образом, как бы, я не видела. Ну, я могу бросить. Там мама, пытаясь мне как-то помочь, она меня кодировала. Я два раза кодировалась. Меня подшивали, мне ставили какой-то укол. Меня водили к бабушкам, чтобы вот они какие-то там давали заговоры, я пила. Меня водили в церковь. Ну, это все буквально хватало там на несколько дней. Буквально на несколько дней. Я помню, я даже вот когда меня закодировали, да, я не испугалась, что мне там говорили, ты сможешь умереть, тебя парализует. Ну, я вышла, как бы, после кодировки, буквально там два дня, и я пошла употреблять алкоголь. Без всякого страха. Я кидалась ножом на своего гражданского мужа. Один раз я даже проткнула ножницами ему ногу и вешалась. Я вешалась в алкогольном отрежье. Прям в подъезде вешалась у себя, в доме. Ну, то есть я вот дошла до такого отчаяния или безумия, скорее, наверное. Я не знаю, что мной тогда руководили. Я попала в больницу. Я попала в больницу с галлюцинациями. Ну, то есть я допилась до того, что у меня начались слуховые галлюцинации, там мне виделись какие-то люди. И я испугалась. Вот в этот момент я испугалась. Ну, то есть в какой-то момент, придя в какое-то сознание, там буквально на несколько это, я понимала, что я слышу такие звуки, которые, ну, просто в закрытом учреждении не могут быть. И мне стало страшно. Я понимала, что что-то со мной не то происходит, что мне нужно что-то делать. И выйдя из этой больницы, ну, где мне прокапали, я попросила маму, чтобы она меня прям, ну, вот, закрыла, изолировала от этого мира. Ну, потому что я говорю, мам, я сама не справлюсь. Ну, вот те попытки, которые когда-то я пыталась сама где-то справиться, они все безрезультатны. Поэтому я говорю, мне нужна какая-то такая профессиональная помощь. И я попала в государственный центр реабилитации здоровья и психики. И вот там я тоже обратилась за помощью к заведующей, к главврачу, я говорю, у меня есть желание, у меня есть желание прекратить вот это все. Просто я не знаю, как это сделать, помогите мне. И они помогли. Они организовали вот эту путевку в новую жизнь мне. То есть они связались вот с этим частным реабилитационным центром. И на льготных основаниях они меня положили вот в этот реабилитационный центр. Да, человек может оступиться, но не надо ставить на нем крест. Ему можно помочь, вот с профессиональной точки зрения, как бы можно помочь. И я стала прикладывать к этому все усилия. Я также осталась вот работать при этом реабилитационном центре. Я стала консультантом по химической зависимости. Я продолжаю это делать. Что я хочу вот женщинам сказать, которые, ну вот... Женщина, она вообще вот живет чувствами. И вот когда стресс, она не справляется и думает, что алкоголь — это как бы друг. Но алкоголь, он вначале как бы друг кажется. И то это кажется. Он как бы вот на время глушит эту боль. А потом он становится твоим хозяином. Вот именно прям хозяином. Ты не можешь без него находиться. Ну то есть справиться самостоятельно ты не можешь. Он становится твоим хозяином. И работает как смертельное оружие на саморазрушение. Вот прям на саморазрушение. У моей мамы слезы радости только. Она вот плачет и радуется. Ну вот это именно вот слезы радости. Хотя в какой-то момент у нее была надежда, но уже веры не было. Уже веры в то, что я смогу изменить свою жизнь, у нее не было родственников вот таких людей, да, зависимых, чтобы они не теряли надежды, веры и обратились вот к профессионалам. Не надо ставить на человеке крест. Нужно ему помочь, поддержать. И он может изменить свою жизнь. Спасибо. Я часто подвергалась дискриминации со стороны правоохранительных органов. Ну то есть такие были слова, мой адрес там, ну, там, зечка вот такое вот, там, алкашка, короче. Ну меня не воспринимали как бы такое. И сегодня я тоже, я, бывает, сталкиваюсь вот с этими ярлыками. Хотя я выздоравливающая, я это понимаю, что, ну, сейчас я никакие законы не нарушаю, ничего. Я работаю, все хорошо. Но со стороны правоохранительных органов вот бывает вот такое вот, что дискриминация именно. То есть там не воспринимают меня как бы всерьез человека, который может изменить свою жизнь. То есть, ну вот как осталась я для них какая-то там алкашка и тюремщица. Женщины спиваются быстрее мужчин, ну, это обусловлено, во-первых, особенностями женского организма. То есть психикой женщины, ее физиологией, ее эндокринной системой. Что здесь необходимо отметить? Ну, во-первых, меньше вес тела женщины. Второе, это такая меньшая переносимость спиртного, врожденная. Третье, у женщины в печени, ну, меньше ферментов, которые перерабатывают этанол. И женский организм на где-то на 16-20% содержит меньше воды, которую этот алкоголь способный растворить. Вот. И в силу вот этих вот всех особенностей, то есть у женщин, да, алкоголизм развивается стремительнее, чем у мужчин. И такой ощутимый вред здоровью наступает где-то через 4-5 лет после начала систематического употребления алкоголя. У населения принято каждую пятницу обмывать в пятницу. То, ну да, в конечном итоге, скорее всего, в какой-то момент человек вот эту всю дозволенную ему цистерну спиртного выпьет. И, скорее всего, у него разовьется алкоголизм. Вообще, систематическое употребление алкоголя, ну, рано или поздно, может привести к возникновению алкоголизма. Безопасным употреблением что можно назвать? Ну, возможно, я не знаю, ну, раз в полгода, пускай это будет, раз в три месяца употребления. Ну, вот, допустим, такое употребление, если человек раз в неделю его употребляет на протяжении длительного времени, это уже некая система, и она может привести к последующим к тому, что у человека все-таки алкоголизм разовьется. Алкоголизм – это такое заболевание, которое все-таки постепенно-постепенно начинает менять личность человека. Есть прямо в подпсихологии такое понятие, как, ну, личностные изменения свойственны, там, женскому алкоголизму, например, да. То есть алкоголь вообще абсолютно на все сферы личности способен повлиять. Вот первым, что происходит, когда человек заболевает этим заболеванием, это снижается такой морально-нравственный или этический потенциал личности. То есть то, что раньше себе женщина не могла позволить, она теперь может себе позволить. Раньше она, например, не могла позволить курить себе при детях, и что-то вот с ней случается, она перешагнула какую-то грань, и теперь она уже может себе позволить курить при детях. Раньше она не могла там забрать деньги, которые семья копила на что-то необходимое. Один раз попробовала оттуда, ну, отщипнуть, я не знаю, там, сколько-нибудь деньги, на следующий раз она уже заберет больше. Вот это вот есть этическое снижение личности, а в дальнейшем уже происходят такие изменения именно личности. То есть вообще меняется, меняется круг потребностей, меняется мотивация, меняется круг интересов, да, меняется сам тип личности. Если, допустим, потребности, интересы женщины будут ограничены только алкоголем, то здесь понятно, что семья, дети и вот эти вот все ценности, которые важны были для нее раньше, они отойдут сначала на второй план, потом на третий, а потом вообще исчезнут из ее жизни. Алкоголь, наверное, и наркотики в том числе, это вот такие вещества, которые способны просто стереть материнский инстинкт. И, кстати, вот наличие или отсутствие вот этого материнского инстинкта, это тоже такой критерий, по которому можно оценить уровень разрушенности женщины. Если человек заболел алкоголизмом, алкоголизм там у одних авторов три стадии указывают, другие авторы указывают четыре стадии, ну вот последняя стадия, да, это обязательно такая деградация, полная деградация моральная, личностная. Когда мы говорим о наркологических заболеваниях, всегда очень важно помнить, особенно это важно для родственников тех лиц, которые страдают алкоголизмом или наркоманией, такого вот конечного вылечиться раз и навсегда не существует. Но существует такая вещь, как ремиссия. И ремиссия при этом может быть такой стойкой, пожизненной. И если сам больной будет осознан, не будет отрицать у себя наличие заболевания, вот именно увидит его в себе, признает и захочет с этим что-то делать, то тогда да, тогда успех возможен. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от алкоголизма стоит на третьем месте. После сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, большинство дорожно-транспортных каких-то происшествий происходит по вине людей, которые сели нетрезвыми за руль. И если говорить об осужденных за убийства, которые вот отбывают сейчас наказание в наших колониях, то фактически 82% из них совершили эти убийства непреднамеренно, а в состоянии алкогольного опьянения. Это очень страшная статистика, между прочим, и об этом нужно думать, и с этим нужно что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok